Проект «Я помню». Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Меньшакова Елизавета Владимировна. Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин. Опубликовано 13 июля 2006 года. Сбылась моя мечта детства. В феврале 1942 года я получила диплом штурмана речного и озёрного плавания и направлено в Казань в качестве капитана 50-местного пассажирского катера, стоявшего там на зимовке. С началом навигации занималась перевозкой пассажиров на местных линиях города Калинина. Моё желание попасть на фронт померкало. И тогда я перевелась на береговую работу и уже в октябре получила комсомольскую путёвку в московскую мотострелковую дивизию, 167-й гвардейский стрелковый полк, работа в штабе. И снова прошусь на передовую. Наконец повезло. Меня направили в разведку. Здесь мне пригодилось умение владеть оружием. Вместе со своими товарищами по оружию, Валентином Корольковым, Дандоком Обидуевым, Александром Богославским, Серёжей Суботиным, Федей Карпуниным, Петей Вайленко отныне потянулась моя фронтовая жизнь с её изнуряющими маршевыми переходами, обучением мастерству, неудобствами и лишениями окопного быта, ползанием под ураганным огнём кражеским окопом, а также добыванием языка. Но самым тяжёлым было – потери боевых товарищей. Первое боевое крещение получила под Оржевом, местечко-погорелое городище. Узнала, что такое настоящая война, когда оказалась в кромешном аду. Помню, у нас не хватало оружия, в основном были только винтовки. Кто мог, тот добывал себе автомат. В этом бою я поняла, что мне предстоит многому научиться. После боёв под Оржевом осенью 1942 года дивизию перебросили под Москву. Это был мучительный марш-бросок, а для меня и моей подруги Веры – первым физическим испытанием. С наступлением темноты мы шли в полном снаряжении, не чуя ног, видя перед собой только впереди идущего солдата и с нетерпением ждали очередной команды привал. Тут же валились на обочину в снег и засыпали смертельным сном. Снова подъём и опять движение вперёд. И сил уже совсем нет, и дорога кажется бесконечной. В феврале-марте 1943 года дивизия вела бои в деревне Букань на Жиздринском направлении. С ужасом вспоминаю о жестоких боях на высотке, на которой я находилась. День и ночь не прекращались обстрелы. Не было возможности убирать трупы. В самой деревне в рукопашном бою погибла наша рота автоматчиков. Наши ночные вылазки за языком были безуспешными. Сложное рельефно-географическое расположение для нашего подразделения было невыгодным. Укрытий почти не было, сообщение по неглубоким снежным траншеям. Неднократно мне приходилось оставаться с разведчиком Федей на нейтральной полосе, ведя наблюдения за противником и изучая его оборонительные средства. При этом единственным укрытием для нас были трупы наших погибших бойцов. В одной операции по взятии языка я с Федей была в левой группе, обеспечивающей захват. Фрицы нас обнаружили, повесили осветительные ракеты. На какие-то секунды... Группа захвата с видимости противника исчезла, потом начался автоматный обстрел со стороны немцев. Сигнала отход в нашу сторону ракеты не было. Мы решили все же выползать, и в это время начался перекрестный огонь из пулеметов. Не дотянув одного метра до своей траншеи, Федю прошило пулеметной очередью. Он погиб. Федя был первым моим наставником, поэтому он хорошо запомнился. На этом участке пользоваться для связи катушкой или рацией было невозможно, поэтому связь была живой. И вот однажды мы с Верой в сложной боевой обстановке сумели доставить донесения на КП стрелковой роты. Только мы вернулись, началась артподготовка по обороне немцев. В этот момент наши солдаты сделали бросок на нейтральную зону, но она была так узка, что снаряды с обеих сторон попадали на эту полоску земли. Досталось нам и от фашистов, и от своих. Не случайно на фронте появилась поговорка «Прицел 05 по своим опять». В один миг появилось много раненых и убитых. Мы с Верой стали перевязывать раненых, только не у каждого солдата были индивидуальные пакеты, и нам приходилось брать их у тех, кому они еще не понадобятся. Здесь меня легко ранило в левую кисть, а с Верой мы как-то потерялись. Добавлю, что деревня Букань переходила из рук руки восемь раз. На сравнительно небольшом участке земли все погреба, селосные ямы и траншеи были забиты трупами наших бойцов и немцев. Орловско-Курская дуга. Сильнейшие танковые сражения. Все горело, громыхало и сверкало. После освобождения одной деревни, сейчас не помню название, я увидела девочку с бабушкой, подошла к ним и взяла девочку на руки. Она была напугана, но улыбалась, ее ручонки обняли меня и гладили по лицу. А Сережа Субутин и Дондок Абедуев бросились в погреб соседнего дома, там немцы подняли белый флаг, а может тряпку. С этой девочкой Ирой я запечатлена в кадрах документалки. После Орловско-Курской битвы дивизия была направлена на Брянское направление. Впереди шли главный дозор разведчиков и саперов. В этих боях в сентябре 1943 года я получил тяжелые двойное ранение и тяжелую контузию с потерей памяти. После четырехмесячного лечения в госпитале мне не удалось найти свою дивизию. Меня направили в 68-ю гвардейскую проскуровскую дивизию, ведущую бои на Украине. «Имею награды – Орден Славы Третьей Степени, Красной Звезды, Медаль за Отвагу и другие. Вернувшись домой в 1945 году, я никогда не забывал о своих товарищей, с которыми мы прошли военными дорогами до самого Берлина, а с Верой и Офи встретились только через 53 года». Конец. Читал Олег Лобанов.